Доброе утро, зрители StopGame.ru! В эфире Инфакт! Целых пять лет понадобилось The Elder Scrolls VI, чтобы превратиться из строчки в планах на будущее в проект на ранней стадии производства. Это стало известно благодаря откровениям главы издательского подразделения Bethesda Пита Хайнса. Он также сообщил, что новости по шестым свиткам начнут появляться только через несколько лет, так как игрой сейчас занимается лишь маленький круг сотрудников, в то время как все остальные силы брошены на Старфилд. Кстати о ней. По словам Хайнса, при столкновении в открытом космосе игроку не обязательно будет меситься с противником. Мы сможем просто включить гравитсапу и гиперпрыгнуть в другую звездную систему, избегая сражения. Во время полетов можно наткнуться и на различные случайные события, вроде людей в беде, космических станций, разрушенных звездолетов и прочего. Авторы планируют добавить в игру поддержку модификации, однако на релизе ее ждать определенно не стоит. Зато когда появится, моды можно будет накатывать не только на ПК-версию, но и на Xbox. А еще Хайнс упомянул режим с 60 кадрами на консолях. Вернее сказал, что вообще не факт, что таковой появится. До официального выхода Старфилд остается чуть меньше недели, однако на сайте Nukes and Dragons уже стартовал планировщик билдов для игры. То есть уже сейчас можно распланировать свой билд для первого прохождения. В планировщике доступны выборы с 20 предысторий, распределение очков навыков, причем можно даже глянуть перки, получаемые на высоких уровнях. Также есть информация о 17 чертах, с указанием того, какие из них являются взаимоисключающими. После официального релиза инфа в планировщике будет дополняться и правиться. Старфилд же ждем 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass, но не ждем перевода на русский. Внезапно Skull and Bones может оказаться норм игрой. Завершилось бета-тестирование, и пресса спешит поделиться своими впечатлениями. Шутка ли, но большинство отзывов оказалось положительными. В бете участникам дали пощупать все основные механики, узнать завязку сюжета и пошалить в кооперативных режимах. Морские сражения сильно напоминают оные из Assassin's Creed 4 Black Flag, хотя и имеют много отличий. Вы не поверите, но говорят, что в лучшую сторону. В целом морские бои получились захватывающими, в меру аркадными и не однообразными. Орудие наносит один из пяти типов урона. Взрывной, колющий, огненный, затапливающий и разрывающий. То есть вражий корабль можно как изрешетить, так и поджечь, заставить его пойти ко дну или обездвижить, разорвав ему снарядами паруса. В открытом мире судно NPC плавают наравне с кораблями игроков, что создает ощущение наполненности локаций. Все активности можно выполнять в компании двух комрадов, а в некоторых заданиях на помощь позволяют призвать рандомов. В игре можно грабить торговые суда, устраивать охоту на пиратов, а то и заняться поисками кораблей-призраков и морских чудовищ. Но вот на сушу выходить не то чтобы увлекательно. Просто гуляешь, собираешь квестовые предметы, болтаешь с неписями и решаешь лайтовые задачки. В общем, по итогу журналисты делают следующий вывод. У Skull and Bones есть потенциал, чтобы стать долгоиграющим сетевым развлечением. Но посмотрим, будет ли этот потенциал реализован Ubisoft в релизной версии. Подробнее читайте в новости по ссылке. Выход игры состоится когда-то до апреля 2024 на ПК в EGS и магазинчике Юбиков PlayStation 5 и Xbox Series. В Baldur's Gate 3 недосчитались полутора тысячи реплик темной эльфийки Ментары. Как оказалось, виной тому послужил неприятный баг, который будет починен в следующем патче. Названная Дроу – персонаж второстепенный и не имеющий собственного квеста. В коде игры датамайнерами были обнаружены кусочки истории, которая изначально задумывалась для Ментары, однако Лариан решила от нее отказаться. Но глава студии Свен Винке говорит, что в будущем эльфийка может и обзаведется чем-то большим, если того захотят пользователи. Еще разработчики обещали расширить эпилог Карлах. «Если вы вдруг увидите сигару, значит нашли новую горсть контента», – говорит Свен. В течение сентября авторы продолжат полировать техническое состояние третьего акта. А после они планируют добавить возможность менять внешность героя посреди компании и избавляться от персонажей, которые добавились в пати через кооператив. Но это только в планах. Вероятно, кого-то из вас мучает вопрос, а выйдет ли когда-нибудь ремейк, ну или хотя бы ремастер первых частей Saints Row? Ведь третью часть Valition в 2020-м перевыпустила в обновленном виде, а более ранние игры серии мало того, что успели состариться, так в них и на ПК толком не поиграть. Оригинальная Saints Row вышла в 2006-м и так и не обзавелась портом. Вторая же часть ПК-версию получила, но та оказалась настолько отвратной, что ее пришлось доделывать самим игрокам. Так вот, новость неутешительная. Разработчики недвусмысленно дали понять, что старыми играми заниматься не станут. Причина? А вот не сказали. Не станут и все. Вот как-то так. Отечественная студия Перелесок назвала дату выхода приключения в сеттинге Второй мировой Torn Away, 29 сентября. Игра представляет собой стелс, где уровни с видом сбоку перемежаются с эпизодами от первого лица. Мы должны будем помочь девочке Асе сбежать из немецкого трудового лагеря и вернуться домой. Как говорят авторы, история была навеяна дневниками советских детей, а музыка – фильмами Хаяо Миядзаки. Torn Away выйдет на ПК, а когда-то позже – на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. И быстро пробежимся еще по нескольким новостям. Создатели дилогии Remodored выпустили шестиминутную демонстрацию игрового процесса своей новой хоррор-адвенчуры by Sweet Carol. Свои 15 минут геймплея показали авторы Banishers Ghosts of New Eden из Don't Not. В River City Girls 2 появилась возможность проходить игру в онлайн-кооперативе на 4-х человек с поддержкой кроссплея. Авторы Payday 3 в свежем выпуске дневников разработки поведали о кастомизации и своем подходе к созданию косметических элементов в игре. Saber Interactive совместно с Focus Entertainment уточнила, когда ждать возвращения капитана, а нынче лейтенанта Тита. Warhammer 40 000 Space Marine должна появиться ближайшей зимой. А в GOG стартовала осенняя распродажа, она продлится до 11 сентября. А еще там на халяву раздают гибрид ролевой игры и квеста Hero of the Kingdom 2. Ну а на этом все. Заходите к нам на сайт и читайте новый выпуск трудностей перевода от Владимира Сечкарева, который на этот раз взялся за Atomic Heart. И не пропустите свежую кек-нарезку от Месье Каннинга. Приятного аппетита и хорошего вам дня!